Анна Вадимовна, здравствуйте. Добрый день. Какая сейчас ситуация обстоит на рынке недвижимости в Копейске? Какие настроения у продавцов и покупателей? Если говорить про ситуацию на рынке недвижимости в целом, то начиная с середины 2020 года увеличился покупательский спрос на недвижимость. Это было связано с тем, что в 2020-2021 году были наилучшие ставки по ипотеке. Так подписать кредитный договор на вторичное жилье можно было под 7,2. Соответственно, увеличивается покупательский спрос, росли цены. Если подойти к актуальной ситуации, то в марте 2022 года были наивысшие цены на недвижимость. Сам по себе месяц марта был достаточно горячий. Как только появилась информация о начале спецоперации, также повысились курсы валют. Многие люди обратились в агентство недвижимости к нам и также к нашим коллегам для того, чтобы приобрести недвижимость. То есть население считает, что вложение денег в квадратные метры наиболее безопасный способ. Если рассказать про работу в марте, то работа в марте была очень насыщенная. Буквально каждый час менялись новости на рынке недвижимости. Банки переставали выдавать ипотеку. Кто-то на несколько дней, кто-то в принципе отказывал от выдачи. Застройщики в течение недели несколько раз меняли цены и они меняли, как вы понимаете, не в меньшую сторону, а в большую. Также приостанавливали продажи в принципе, что физические лица продавцы, что сами застройщики. Что произошло? Какие изменения были с ипотечными ставками? Что изменилось в программе господдержки? С ипотечными ставками. В конце 2021 года ставки начали расти. Это было связано с тем, что Центральный банк России поднимал, увеличил ключевую ставку. И это отражалось на ипотечном кредитовании. А в 2022 году, 28 марта, в февраля, прошу прощения, очень резко увеличилась ставка с 9.25 до 20. Это ключевая. И сейчас на данный момент на вторичное жилье минимальное одобрение можно получить по 19.5%. Это если мы говорим про вторичку. Что касается новостроек, была в 2020 году введена программа правительством Российской Федерации. Можно было приобрести жилье в строящемся доме под ставку 6%. Также эту ставку изменили и теперь минимальная ставка 12% годовых. За исключением ипотеки для молодых семей, если ребенок рожден в 2018 году и далее, то можно взять ипотеку для приобретения новостройки под ставку 6% годовых. А какая вообще сейчас ситуация? Сколько стоит квадратный метр? И какие тенденции он сейчас, если повышался, есть ли тенденции на снижение? У нас город Копейск насыщен разным жильем, множество хрущевок и брешневок. Если говорить про этот тип жилья, то средняя стоимость 40-45 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы говорим про улучшенную планировку, то от 50 до 65. Все это зависит от места расположения, от материала стен, от внутренней отделки. Есть такая формула, что когда повышается ключевая ставка, увеличивается ипотека для населения. Соответственно, кредит дороже, потребителей, желающих приобрести недвижимость, меньше. Соответственно, ожидается снижение стоимости на недвижимое имущество. Что делать тем, кто планирует купить уже сейчас? Стоит ли сейчас на первичку, на новостройке, на вторичный рынок обратить внимание? Или на стадии котлована стоит взять? Как лучше? Здесь нет универсального рецепта. Я всегда беседую с семьей и узнаю ее потребности, ее желания для того, чтобы сказать, какое жилье им наиболее подходящее. Если мы говорим, что семье нужна конкретная локация, у них состав семьи, где подходит конкретная планировка, то можно рассмотреть это жилье на этапе фундамента. Если в конкретной локации с данной планировкой только подобный дом подходит. Если же семье нужно жить где-то сейчас, то стоит рассмотреть вторичное жилье. А безопасно ли сейчас становиться участником долевого строительства? В сфере долевого участия также произошли значительные изменения. Если раньше договор регистрировался, денежные средства передавались напрямую застройщику, то сейчас есть среднее лицо, это банк. В банке открывается специальный счет эскроу и денежные средства дольщика размещаются на счету эскроу. Соответственно, сам застройщик получает эти средства только после сдачи дома в эксплуатацию, подписания первого акта приемки и передачи квартиры. Соответственно, застройщик получает средства только по окончанию строительства. Это добавляет безопасности при приобретении жилья в долевой части. Но я всегда рекомендую рассматривать конкретного застройщика, его конкретную ситуацию и после этого делать выводы. Вообще любая сделка с недвижимостью, это несет определенные риски. Поэтому сказать, что абсолютно безопасно нельзя, надо смотреть конкретный объект. Вы говорили, что многие стремятся инвестировать свои деньги. Выгодно ли это на самом деле сейчас? Многие стремятся сейчас скорее не инвестировать, а сохранить средства. И здесь сложно сказать о выгоде, потому что мы не знаем, что будет завтра в нашей стране и в мире с финансами. Поэтому если человеку комфортно вложить денежные средства в квадратные метры, то это его право, это его выбор. Что касается инвестирования, на падающем рынке инвестировать для того, чтобы увеличить свой доход, вложив деньги в недвижимость, достаточно сложно. Если же говорить о инвестировании, о том, которое было раньше, когда можно было купить жилье на этапе фундамента и потом его продать, когда дом сдается. То есть сейчас уже такая схема не работает, потому что жилье, что на этапе фундамента, что сданное, примерно одинаковое по стоимости. А если говорить про рынок Копейска, про новостройки, вторичное жилье, у нас какая ситуация? Есть ли выбор какой-то? Я замечаю такую тенденцию. Я работаю в недвижимости 10 лет. В августе 2022 года это будет на данный момент наименьшее предложение недвижимости в городе за всю мою карьеру. То есть если сейчас открыть предложение, то всего лишь 600 объектов на рынке недвижимости. Обычно это гораздо больше, 2000 и более. Что касается новостроек, сейчас выбор небольшой, но все-таки есть. Буквально несколько локаций строятся. А про вторичное, как я сказала, достаточно скудное предложение. А если говорить про новостройки сейчас, какая там средняя стоимость за квадратный метр? Новостройки средняя стоимость от 70 тысяч и выше. Все в зависимости от дома. То есть цены уже, можно сказать, хорошенько подросли. Цены на новостройки именно за последний месяц увеличились не в несколько раз, повышались несколько раз и повышение было существенное. И отчасти это связано с тем, что ипотека на новостройки пока дешевле, чем на вторичку. И поэтому люди, которые не могут позволить себе подписать ипотечный кредит на ставку 19,5, но 12% еще могут, они выбирают новостройку. А это провоцирует рост нового жилья. Ну и также стоит не забывать про увеличение стоимости строительных материалов. Застройщики это тоже закладывают. И это все влияет на стоимость новостроек. То есть покупатели, согласно с этими условиями, готовы брать ипотеку даже под 19%, а то и под 20%. Конечно, количество таких людей существенно сократилось. Но если человеку нужно решать свой жилищный вопрос здесь и сейчас, то есть люди, которые приобретают недвижимость по этой ставке ипотечной. В период пандемии очень многие горожане начали стремиться жить ближе к земле. Вырос спрос на загородные дома, дачные участки. А вот сейчас, на данном этапе, как вот с этим сегментом? Загородная недвижимость, частные дома, они все продолжают пользоваться спросом. Также я обратила внимание на то, что вычислился спрос в марте на садовые участки. Многие люди из-за сложной экономической ситуации планируют заниматься натуральным хозяйством, выращивать свои овощи и фрукты в этом году. А по стоимости, какая средняя стоимость, можете сказать примерно? Здесь очень сложно сказать, все зависит от конкретного СНТ. Можно купить как очень доступные участки по стоимости буквально 50 тысяч рублей. Так есть и значительные суммы, когда дом, баня, когда участок, который пользуется спросом, там может быть до 2 миллионов рублей. Если очень сильно поменялась стоимость квадратного метра в городе за квартиры, то как поменялась стоимость на загородные дома и вот эти участки? Выросла ли цена? Да, точно так же на загородные дома и на участки цена растет. Строительство загородных домов в связи с подорожанием стройматериалов существенно увеличилось. Соответственно, это и отражается на уже построенных объектах недвижимости. Сейчас какие-то, может, существуют льготы, акции для тех, кто хочет купить жилье сейчас? Сейчас существует хорошая поддержка для молодых семей, кто желает приобрести недвижимость. Так, если ребенок родился с 2018 года, то существует льготная ставка на ипотеку, это 6% при приобретении новостройки. Также хорошая мера поддержки – материнский капитал. Существует как при рождении первого ребенка, так и при рождении второго ребенка. Она уже составляет практически 700 тысяч рублей. Также до конца этого года действует поддержка от государства. При рождении третьего ребенка можно направить 450 тысяч рублей на гашение ипотечного займа. Таким образом, это хорошая поддержка для семьи с детьми, кто желает улучшить свои жилищные условия. А если резюмировать нашу с вами беседу, к чему вообще готовится покупателю? Чего вообще ждать дальше от рынка? Можно как-то это сказать? Большинство специалистов недвижимости прогнозируют дальнейшее снижение цен на недвижимость. Оно будет медленное, постепенное. Оно не так быстро снижается, как, скажем, валюта. Но, тем не менее, к концу года будет снижение рынка недвижимости при условии, что все останется как сейчас. Если вдруг изменится ключевая ставка, а будет более доступная ипотека, соответственно, прогнозы тоже поменяются. И также я бы рекомендовала людям, если людям нужно жить здесь и сейчас, решать свои вопросы, связанные с недвижимостью, то не стоит ждать выгодного момента. Потому что, если его ждать, он может не наступить никогда. Решать вопрос по мере актуальности и выходы, и входы всегда какие-то находятся для приобретения недвижимости. Анна Вадимовна, спасибо за беседу. Спасибо за приглашение. Сегодня гостем итогов недели была Анна Антонова, директор агентства недвижимости.